Всем привет! Хочу поделиться результатами эксперимента. Проводил я его в прошлом году. В сентябре разлил мед прямо из медогонки по четырем разным баночкам. То есть мед в баночках он один. Потом я эти баночки поместил в разные условия хранения. Всем привет! Решил провести эксперимент над медом. Смотрел в интернете видео, что если свежеткачанный мед заморозить, то он останется жидким. Вот. Это свежеткачанный мед с гнезд. Эту баночку я поставлю в морозильник. Эту в холодильник. Эту уберу в склад, где у нас хранится мед. А эту я отвезу в город и поставлю домой на кухню. Я вообще замечал, что если мед хранить в холоде, то он садится с более мелким кристаллом, более масляничный становится и более светлый. А если хранить мед в тепле, то он становится более твердый и с крупным кристаллом. Эта баночка у меня была на кухне в городе. Тут было градусов 25. Секла. Вот. Смотрите, какой он получился черный. Это мед критичный. И вот немножко отслоился. Мед состоит из фруктозы глюкозы. Глюкоза выпадает вниз, с крупным кристаллом, а сверху жидкая фруктоза. Так. Вот эта баночка у меня стояла в морозильнике. А вообще, надо смотреть, что если ходить мед в морозильнике, если у вас морозильнике, то он останется жидким. Ну, у меня это не получилось. Не знаю почему. Возможно, так в обычной морозилке не получится сделать. Вот. Ну, такой однородный. Потом еще все баночки откроем. Посмотрим. Так. Эти баночки. Эта у меня была в холодильнике. Видите? Такие пятна в ней. А это была, ну, с водой у нас стоял, где мед хранится. Вот. По цвету они маленько отличаются. Этот получился более темный, этот светлее. На обоих такие пятна это называется цветение меда тоже. Фруктоза выпадает таким как кристаллом. Ну, проявляется такими кристаллами белыми. Получается, все четыре баночки маленько отличаются. Ну, одна очень сильно, потому что стояла в тепле. 25 градусов было. Хотя для меда надо хранить его менее 20 градусов. Вот. Сейчас мы их откроемся и посмотрим по кристаллу, по структуре меда, который был в холодильнике. Такая структура меда. Этот мед не фильтровался, поэтому тут сверху видно. Кусочки воска поднимались сверху. И этот мед был с первого храна. Поэтому тут и частицы бельги есть. И мед, когда кристаллизуется, вот у него все такое, все легкое вверх, поднимается тяжелое вниз. Ну, кристалл достаточно мелкий у меда. То есть он такой, аскоричный будет. Так, эта баночка была у нас в морозильнике. Вот. Народный пошел. Ну, тоже так, наверх поднялось. Этот баночок, наверное, и бок снижал, поэтому ремка по-любому музыке стеризовалась. Ну, и тоже так видно даже отсюда, что структура у него возничная. Ой, он как-то более мягкий. Вот он. Так, а если бы у нас в салду, там у нас, ну, получается, в морозильнике там минус 15, наверное, в холодильнике там градусов 5, ну, а в салду там перевалить температуру, ну, а так средний, около нуля. Ну, бывает, там, в морозильнике. Вот такая у нас структура. Тоже, наверное, начинайте. Ну, там, как он ослал. И сверху переговоров, как понимаете. На кухне у нас как в тепле. На союз. Ремутный. Жить можно его как... Как свежепочечет. Ну, пока тут отцвы как кристалл. Выборщи. Хорошо. Выборщи. Кристалл. Весел .. Весел. Крикет.